Добрый вечер, уважаемые коллеги! Сегодня мы планируем заслушать ежегодный доклад главного хирурга города Москвы, профессора Шабунина Алексея Васильевича, который расскажет о состоянии неотложной хирургии в городе Москве. Добрый день, уважаемые коллеги! Глубоко уважаемый президент, уважаемые коллеги, технология фаст-трак есть во всём. Если в прошлом году был отчёт в мае месяце, то сегодня по распоряжению председателем Московского общества хирургов мы это делаем значительно раньше. И приложили все силы, чтобы качество и анализ не только не пострадали, а затронули даже несколько большие моменты, чем это было в предыдущей ситуации. Не только о неотложной помощи, не только о работе хирургической койки, но и некоторые моменты об амбулаторном звене. Коротко такие постулатные вещи структуры хирургической службы. Это прежде всего амбулаторное звено, которое на сегодняшний день состоит из 49 амбулаторно-поликлинических центров и 156 филиалов, которые консолидированы с ними. Это стационарная служба, стационарная база, которая расположена на 33 многопрофильных стационарах и которой представлено на сегодняшний день 2712 коек чистой хирургии, 875 коек гнойной хирургии и эндоскопическая служба. Нормативная правовая база основывается на приказах Министерства здравоохранения и Департамента здравоохранения. Несколько слов о реформе здравоохранения, которую мы все с вами, которая проходила через нас. Это прежде всего изменение в амбулаторном звене, организация трёхуровневой системы оказания первичной медицинской помощи. Это врачи общей практики, которые с 2014 года и ещё более в 2015 году стали активно работать в амбулаторном звене. Это концентрация сил и средств в крупных многопрофильных стационарах, усиление материально-технической базы за счёт оснащения современными технологиями и высокотехнологичными способами лечения. Ну и с обучением врачей это закономерно. С амбулаторной службой за три последних года количество хирургов стало несколько меньше, но оптимизация, сокращение термин неправильный, оптимизация произошла в пределах 15-20%. 608 хирургов сегодня оказывают первичную хирургическую помощь в поликлиническом звене. Хирургическая работа в амбулаторных и поликлинических центрах при анализе мы увидели то, что количество посещений уменьшилось и уменьшается с 2014 года, и уменьшение это значительное по миллиону ежегодно. При анализе этой ситуации причины две. Первое – это переход на подушевое финансирование. В чём суть этого перехода? Если раньше поликлиники получали по услугам, что они написали, какой приём написали, манипуляцию в карте написали, за это им страховые компании платили деньги. При переходе на подушевое финансирование дополнительные приписки и непрофильные больные стали просто бессмысленны, и это привело к сокращению части поликлинических пациентов. С другой стороны, с 2014 года активно внедряется система врачей общей практики, которые тоже на себя забирают часть хирургических больных. Количество хирургических вмешательств и манипуляций в процентах даже стало несколько больше. Отдельно хочется сказать о центрах амбулаторной хирургии. За 2015 год количество их увеличилось с 6 до 8, прибавились в 70 больнице и в 210 поликлинике. Но количество вмешательств остаётся не только тем же, а имеет тенденцию к снижению. Мы тоже проанализировали эту ситуацию и постараемся сейчас поделиться с вами, в чём же причина, почему не работает эта система. Вот рекомендации по расписанию специалистов в системе ЕМИАС. Все поликлиники и амбулаторные центры работают сегодня в единой медицинской системе. 10 минут даётся хирургу на то, чтобы он посмотрел больного, записал, принял решение. Один час в неделю выделяется для того, чтобы он сделал выезд на дом и 30-60 минут на выполнение хирургического вмешательства. Конечно, мы понимаем, что в Москве доехать к пациенту, которого выписали из стационара, применили высокотехнологичный способ лечения, применили технологию фаст-тракт, выписали, то, конечно же, вот тот временной промежуток, который выделен сегодня, он недостаточен, и финансирования страховыми компаниями нет, и поэтому эта система не работает и нуждается в совершенствовании. Всё это приводит к тому, что зачастую хирургу не до того, чтобы прооперировать больного, чтобы сделать местную или проводниковую блокаду, и он направляет пациента в стационар. Вот выписка, которую нам предоставила 20-я больница. Следует сказать о том, что мы за год были во всех хирургических клиниках и амбулаторных центрах, и видно то, что и вросший ноготь, и фурункул правого бедра, и целый перечень пациентов, которые должны получать специализированную хирургическую помощь амбулаторно. Ну и всё-таки не бывает у нас чего-то подчиняющегося логике, и в ряде случаев не просто не госпитализируют своевременно, а занимаются перевязками и затягивают направление пациента в стационар, и стационар получает больного в запущенной ситуации, когда вы вынуждены применять инвалидизирующие способы хирургического лечения. Таким образом, подытоживая вот эту короткую, очень важную часть по амбулаторному звену, без которого не может полноценно работать хирургическая койка, следует сказать о том, что амбулаторно- и поликлиническое звено, как составная часть хирургической службы Департамента здравоохранения справилась с оказанием первичной медицинской помощи за счёт уменьшения количества непрофильных пациентов и увеличения процента амбулаторных операций. Необходимо совместно с Московским городским фондом ОМС определить критерии разграничения амбулаторной и стационарной помощи, определить возможность временного промежутка и самое важное финансирование амбулаторных хирургов для оказания хирургической помощи. И, конечно, то, что изменившееся количество коек, количество поликлиник нуждается в дальнейшем в совершенствовании маршрутизации больных по профилю хирургии. Переходим к стационарной помощи. 33 стационара – такая магическая цифра на сегодняшний день. Мы надеемся, что эта цифра будет завершающей. Работают в системе Департамента здравоохранения. Из них 29 оказывают круглосуточную экстренную хирургическую помощь. 2712 коек чистой хирургии, на которых работает 840 врачей-хирургов, 875 коек гнойной хирургии, чуть более 100 хирургов. Вот структура хирургической стационарной помощи города Москвы. Об оснащении следует сказать то, что тяжелая техника была получена в течение последних трех лет, но даже за 2015 год еще два компьютерных томографа и два магнитно-резонансных томографа установлены в многопрофильных стационарах. Цифры первые общие за три года и в скобках за 2015 год. 31 эндоскопический комплекс и 19 лапароскопических стоек, также полученные многопрофильными стационарами в течение 2015 года. Мы проанализировали лапароскопические технологии, их качество и количество, которые есть сегодня в наших 29 стационарах, которые работают круглосуточно. К сожалению, лишь только несколько клиник могут похвастаться достаточным количеством лапароскопических стоек. Но даже и в тех случаях, где их количество достаточное, то есть и для плановой работы, и в экстренном порядке, то половина из них имеют срок службы 8-9, а может быть и 10 лет. Отдельно хотел бы сказать о том, что все многопрофильные стационары, которые работают сегодня по экстренной хирургии, имеют в арсенале все интервенционные методики и, прежде всего, эндоваскулярные технологии. И для того, чтобы разбавить скучные цифры, хотелось бы показать небольшой клинический пример, когда пациентка с выраженным острым абдоминальным синдромом поступает в хирургическую клинику. На компьютерной томографии диагностируется тромбоз верхней брыжечной артерии. Больная подается тут же в ангиографическую операционную, проводится тромбоэкстракция и стентирование верхней брыжечной артерии. Мы не поверили даже, потому что, к сожалению, редко получается поймать вот этот короткий период и взяли пациентку на лапароскопию. И, конечно, пострадавший гиперемированный багровый кишечник, но в течение первых суток купировался болевой синдром и имело место выздоровление пациентки. Но возвращаемся к статистическим данным. Мы проанализировали распределение коечного фонда по профилю чистой хирургии по округам города Москвы. К сожалению, распределение хирургических коек неравномерное. Хоть и поставлена была задача департаментам при оптимизации коечного фонда синхронизировать это всё относительно количества населения, которое проживает в округе, но от зелёных показателей, когда на хирургическую койку приходится 2000 с небольшим численностью населения, до красных квадратов, это северо-восточный округ, одна койка на 7 тысяч, это юго-западный, где единственная 64-я больница, и получается, что одна койка на 19,5 тысяч населения. Ну и схожая картина, но по разным территориям по профилю гнойная хирургия. Переходим непосредственно к экстренной хирургии. Это то, что и было в начале темы нашего сообщения. Впервые в течение 2015 года мы с вами стали анализировать не только 7 нозологий, которые были раньше и по которым были вопросы, а 12 нозологических форм, когда мы разделили острый панкреатит и панкреонекроз, когда мы стали дополнительно к спаечной непроходимости контролировать непроходимость обтурационную, опухолевую, и вот какие получили данные. Конечно, острый панкреатит на первом месте – это 12 тысяч пациентов, острый холецистит – 11 тысяч 800 и острый аппендицит – 10 тысяч 200. Ну и вы видите все 12 нозологических форм. Следующий слайд. Количество пациентов. Количество пациентов увеличилось. Если у нас в 2014 году было некоторое снижение, то в 2015 году количество больных увеличилось. Конечно же, часть больных, а конкретно мы с вами можем посмотреть, 1750 – это больные, которые приплюсовались дополнительно. Это пациенты с опухолевой непроходимостью. Но даже если мы вычтем их, то все равно количество будет больше 50 тысяч, поэтому мы констатируем, что количество экстренных хирургических и больных увеличилось в сравнении с 2014 годом. В целом количество хирургических вмешательств, выполненных и в плановом, и в экстренном порядке, увеличилось по сравнению с 2014 годом. Я бы хотел подчеркнуть то, что увеличилось за счет преимущественно больных, прооперированных в экстренном порядке. Это не очень хороший показатель, потому что правильнее, чтобы увеличилось за счет количества плановых санирующих вмешательств. Но, к сожалению, есть то, что есть. Вот процент лапароскопических вмешательств в экстренном и плановом порядке. Ну и то, что я ссылался выше. Динамика лапароскопических способов лечения по различным нозологическим формам. Увеличилось количество лапароскопических способов лечения кишечной непроходимости, значительно увеличилось, почти больше, чем на треть лапароскопические способы в лечении больных острым аппендицитом. Увеличение лапароскопии в лечении перфоративной язвы с острым холециститом, оно год меньше, год больше. Ну и острый панкреатит данные стабильные. Вот своеобразный рейтинг. И целенаправленно я совместил клиники, которые работают в плану и порядке, и клиники, которые работают по экстренной хирургии. Хочу привести в пример 50-ю больницу, где количество больных с острым аппендицитом, казалось бы, у них лапароскопически выполняется почти так же, как в Московском научном центре, который является лидером, который работает в планном порядке. За счет чего, мы тоже проанализировали эту ситуацию, количество больных с острым аппендицитом приближается к 900. 875 больных всего, и 825 они сделали лапароскопически. Доля, вернусь к этому слайду. Средние данные по городу, что количество лапароскопических вмешательств выросло до 41,2%. В 2014 году это было 34%. То есть на 8% количество лапароскопических вмешательств возросло. Это хорошая динамика, но явно недостаточная, поэтому мы должны ставить значительно больший процент лапароскопических операций, который, по данным наших зарубежных коллег, приближается к 70%. В экстренном порядке этот процент даже несколько больше и составляет 45%. Отдельно хотел бы сказать о роботических технологиях. В 2014 и 2015 год есть положительная динамика. К сожалению, было некоторое торможение по 2015 году. Это было связано с финансированием, потому что техобслуживание робота «Довинчи» стоит более 100 тысяч долларов в год. Этот вопрос решен положительно за счет централизованного финансирования. Я думаю, что эти четыре клиники покажут еще более положительную динамику по результатам 2016 года. Хотелось бы отдельно сказать о том, что в конце 2015 года начал свою работу медицинский симуляционный центр Боткинской больницы, но не потому, что он в Боткинской больнице, он работает на весь город, а потому, что он сделан по типу многопрофильной клиники. И, конечно же, хирургии уделено максимальное значение. И на сегодняшний день 156 хирургов города Москвы прошло бесплатное обучение в стенах этого симуляционного центра. Разработаны программы по лапароскопической хирургии, базовый и продвинутый курс, интеркорпоральный шов в лапароскопии и роботическая хирургия. То же самое по эндоскопии, а работа наших коллег, она просто необходима нам и в лечении пациентов с желудочным кровотечением, и в лечении пациентов с непроходимостью. И отдельно хотелось бы сказать о том, информировать всех присутствующих о том, что приказом министра здравоохранения города Москвы с 1 марта в аттестацию хирургов в обязательном порядке включено симуляционное тестирование. И первые специалисты, хирурги с эндоскопистами, которые прошли это симуляционное тестирование, успешно ждали его. Ну, в общем-то, и общаясь, и разговаривая с хирургами, становится ясно то, что хорошо выполняются вмешательства, связанные с удалением желчного пузыря, с аппендицитом. Когда достаточно положить несколько клипс, затянуть петлю, сделать движение ножницами, и вмешательство выполнено. И то, что на сегодняшний день подготовка хирургов в выполнении вмешательств с интеркорпоральным швом нуждается в совершенствовании, это становится ясно. И нам кажется, что работа симуляционного центра, она должна дать свои результаты по данным 2016 года. Ну, подходим к результатам хирургической деятельности. Результаты, в общем-то, положительные. И количество пролеченных больных стало больше. Получилось это не только за счёт применения технологии, но и за счёт сокращения койка дня и увеличения количества хирургических операций. Данные гнойной хирургии тоже имеют положительные значения. Но, не впечатляясь этими положительными сдвигами, всё-таки хотелось бы обозначить со всей строгостью и, может быть, хирургической прямотой проблемы, которые есть на сегодняшний день. Конечно же, изменение коечной мощности и штатного расписания в процессе реформирования здравоохранения Москвы, которое происходило до начала 2016 года, когда коечный фонд постоянно менялся. Это не позволило в 2015 году разработать и внедрить эффективную маршрутизацию экстренных и плановых хирургических пациентов. Второе – это остаются нерешёнными тактические вопросы диагностики и даже, может быть, в большей степени хирургического лечения, применение малотравматичных способов лечения у онкологических пациентов в экстренных хирургических ситуациях. Недостаточная техническая оснащённость и недостаточный уровень подготовки хирургов для выполнения всего спектра высокотехнологичных эндоскопических и лапароскопических вмешательств. Необходимость обеспечения – важнейшая проблема – условий для ранней выписки больного после высокотехнологичных и малотравматичных вмешательств под динамическое наблюдение амбулаторного хирурга. Отдельно хотелось бы сказать о перспективных направлениях, которые позволят изменить данную ситуацию в ещё более лучшую сторону. Статистические данные. В европейских странах достаточно большое количество хирургических вмешательств выполняется в режиме дневного стационара. То есть до 89% больных оперируется и выписывается в течение 12 часов. Это приводит к экономии колоссальных денежных средств и позволяет эти сэкономленные средства перенести на более сложные вмешательства. Конечно, с одной стороны, как представить, что 90% больных прооперировано и в этот же день пошло домой. Конечно же, это статистический момент, потому что количество больных с грыжами, варикозами, холециститами, оно по количеству больше всего, и оно занимает весь этот статистический промежуток. Но это направление перспективно, и в Департаменте здравоохранения подготовлены документы об организации пилотного проекта в нескольких московских клиниках проучены специалисты, а там много тонкостей. Даже в том, как выписать пациента, как он должен позвонить, когда приедет домой, как он должен позвонить на утро, связаться с администратором. Но это направление очень перспективно, и оно коррелирует с технологией фаст-трак, которая уже применяется сегодня в московских клиниках. Пути решения проблем, которые были озвучены. Прежде всего, это маршрутизация плановых и экстренных хирургических пациентов по территориальному принципу и специализации хирургических стационаров. Необходимо совместно с Московским городским фондом ОМС определить критерии разграничения амбулаторной и стационарной помощи и совершенствования тарифов лечения пациентов в амбулаторных и хирургических подразделениях. Необходимо увеличение процента лапароскопических операций за счет обучения хирургов и эндоскопистов в симуляционном центре и до оснащения стационаров лапароскопическим и эндоскопическим оборудованием. Перераспределение пациентов из круглосуточного стационара в дневной стационар за счет применения стационар-замещающих технологий. И, конечно же, обучение хирургов амбулаторного и стационарного звена единым принципом и технологиям лечения и реабилитации пациентов. Таким образом, позвольте сделать выводы, что хирургическая служба Департамента здравоохранения справилась с оказанием специализированной и неотложной медицинской помощи в условиях реформирования количества стационаров и оптимизации числа хирургических коек, увеличилось количество пролеченных больных, количество операций и процент лапароскопических и малотравматичных способов лечения. Изменившаяся структура амбулаторно-поликлинической службы, соотношение количества хирургических коек и количества врачей-хирургов многопрофильных стационаров требует дополнительных организационно-методических мероприятий по маршрутизации поступлений плановых и экстренных хирургических больных. Увеличение количества малотравматичных и высокотехнологичных операций, сокращение послеоперационного койка дня определяет необходимость улучшения преемственности, адекватного наблюдения и полноценной реабилитации хирургических больных в амбулаторных условиях. И последний вывод, который мне хотелось бы сказать, это то, что процитировать слова вице-мэра города Москвы, профессора Печатникова, о том, что реформа московского здравоохранения завершена, и мы надеемся, что больше каких-то колебаний не будет. Спасибо за внимание.